Сочинский турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» всегда собирал десятки дворовых команд из самых разных городов и районов края. На этот раз погонять с ними мяч по полю решили и молодые депутаты. В таком виде спорта у нас проигравших не бывает. Самое главное, я тоже твердо убежал в участие. Поэтому самое главное – хорошей игре и хорошее настроение. Встречу проходили на поле спортивной школы номер один. Непрофессионалы сражались с большим азартом и бились за каждое победное очко. Команда «Армавира» в жеребьевке получила первый номер. Футболисты посчитали это хорошим знаком и надеялись сохранить за собой лидерство в турнирной таблице. «Синие» сражались с Краснодаром и первую игру выиграли. Но подняться на высшую ступень пьедестала почеты им так и не удалось. Тем не менее, депутат «Армавирской городской думы» Алексей Титов оценил дебют своей команды как успешный. Главная задача выполнена. Парламентарии обменялись опытом с сочинскими коллегами в проведении таких турниров в других городах края. Конечно, желательно побольше таких турниров, потому что в каждом муниципальном образовании есть свои нюансы в проведении. Но Олимпийские Сочи – это у них уже опыт большой, поэтому мы думаем, что они нам помогут в наших начинаниях. Помочь коллегам сочинцы готовы. Депутат городского собрания Элеонора Ервандян проводит турнир по мини-футболу уже не первый год. Ее мечта, чтобы он сменил статус регионального на российский уровень. Предпосылки для этого есть. Впереди у Сочи и края проведение чемпионата мира по футболу. А значит, пропаганда спорта и здорового образа жизни в других городах – задача приоритетная для молодых народных избранников. Чтобы у них в городах, так же, как и у нас в Сочи, выступали более 70 команд на их стадионах, чтобы их ближайшие города и муниципальное образование приезжали на эти турниры. Чтобы у нас трибуны были забиты любителями футбола и болельщицами, болельщиками. Чтобы все понимали, что сегодня здоровый образ жизни и футбол в том числе доступен для каждого. Кубок турнира на этот раз достался сочинской команде любителей футбола. Они выиграли у представителей Геленджика со счетом 5-3. Армавирцы заняли третье место. После игр молодые депутаты провели обучающий семинар, где получили полную информацию о том, как проводить подобные турниры. Ближайшие соревнования пройдут в Геленджике в следующем году. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ